в эфире радио свобода программа лицом к событию ведет передачу михаил соколов я напомню что на прошлой неделе было два важных событий и мы имеем теперь также такой солидный резонанс от этих событий это ежегодная встреча членов совета по правам человека при президенте россии с самим президентом россии владимиром путиным и лекция со лауреата нобелевской премии мира дмитрия муратова у нас в студии член спч совета по правам человека леонид никитинский леонид добрый день и обозревать новые газеты и обозревать новые газеты я еще не успела это сказать теперь уже сказал ну давайте мы начнем с тех тем которые возникли на заседании совета в общем темы некоторые из них очень яркие некоторые не очень тем не менее тема пыток в тюрьмах россии она гремит уже больше месяца и явно достойна упоминания на первом плане подняла ее на заседание журналист ева меркачева и послушаем суть ее выступления а не ответ владимира путина у пыток есть три основные причины первое пытают людей с целью получения признаний явок с повинной свидетельских показаний по уголовным делам против других вторая причина пытают чтобы вымогать деньги третьим целью ломки устрашения в наказание за жалобы чтобы установить такой режим когда люди беспрекословно подчиняются и для них становится невозможным отставить их прав прописанных в конституции которые вообще даны по праву самого рождения неотвратимость наказания это единственный сдерживающий фактор в связи с этим прошу поддержать инициативу о внесении внесения изменений в ука о появлении отдельной статьи пытки и следственный комитет как раз и проводит центральный аппарат контролирует и проводит следствие предварительно по вопросам которые стали стали известны и которые сейчас рассматриваются в рамках возможных возбужденных уголовных делах совет федерации уже начал работу на вынесение изменений в законодательство закрепляющих само понятие состава преступления пытки такая работа идет и во всяком случае она в совете федерации поднята и над этим работают леонид ну вот что вы скажете во первых вот аргументация почему в россии пытают кстати не только в тюрьмах да но на самом деле я должен сказать что его молодец она вообще очень хорошая такая девушка и очень искренне все это говорит и очень серьезно этим занимается мы с ней несколько раз эту тему обсуждали и последний раз именно вот в таком ключе а что же делать а для того чтобы что-то делать надо понимать причины и она ранжировала три причины пыток первые такая система образующие хотя это не самый большой объем но это образует систему это заинтересованность органов следствия которые выбивают показания либо на на самого субъекта либо на кого-то еще то есть палочная система работает надо выполнять ну может быть даже хуже может быть проблема в том что они по-другому просто разучились работать да у них все основывается на признание это объясняет зачем вообще людей кидают в следственные изоляторы когда в этом нет никакой необходимости скажем по экономическим делам потому что сами по себе условия пыточные как бы так сказать вот кроме пыток как таковых еще пыточные условия что не раз признавал европейский конечно да да это безусловно вот вторая как бы категория этих пыток и самая распространенная это ну может быть даже даже есть такие то что по ее словам зэки даже пытками не считают это их просто избивают для того чтобы добиться покорности с этапа что называется многие это описывают приезжает этапы первым делом колоть там он но это не считается пыткой а вот третий вид это пытки ради вымогательства что было заведено в саратовской больнице и не только и в других они же успели объездить еще три региона кроме саратова с бабушкиным вот по ее словам на основании рассказов этих пациентов к саратовской больнице там надо было платить за все там за простынку за место за пописать но вот за все плати но это все под крышей администрации разумеется в таких масштабах и судя по всему это видимо еще и администрация с этого имеет какую-то долю потому что по ее словам я спросил какой объем этих денег ну во первых кто их платит естественно родственники с миру по нитке по копеечке но по подсчетам этих самых ее собеседников в месяц до миллиона набегает ну может быть это завышенная цифра но в общем не маленькая и такой суммы конечно делятся с администрации там как это расходится не знаю ну вот но главный герой в этой истории конечно савельев который вывел и вывез этот архив вот это подвиг настоящий вот по-хорошему надо было бы наградить орденом за это да потому что он рисковал жизнью и его это прекрасно понимает дело возбудили потом правда закрыли ну да пытались поймать несколько поздно да но вот это вот он действительно молодец это я просто в восхищении а вот это вот введение состава пытки отдельно в уголовный кодекс она что-то принципиально меняет принципе я думаю что это было воспринято как сигнал да вот если этот состав будет введен значит вот надо какой-то статистику по этой графе показывать это может вот так сработать но проблем конечно не в этом на мой взгляд проблема вообще в судебной системе хотя это у меня бзик я понимаю но я занимаюсь судебной системой если бы судьи когда слышат о пытках отвергали соответствующие доказательства как недопустимые это потерял бы всякий смысл и само собой брат сосался а вот тут еще одна новость я тут читаю сегодня прошел извините за язык прогон по тюрьмам что опущенные пытками такими таковыми не признаются тем самым права всех вот там фсб сина и прочего обнуляются это важно что это не если это соответствует действительности считать это было бы очень важно да потому что один из наиболее распространенных так сказать одна из самых распространенных угроз это опустить изнасилование и если как бы человека принудительно без его как бы он ничего не мог против этого сделать это было бы весьма справедливое неформальное распоряжение но я сомневаюсь в том что это правда впечатление такое от разговора меркачевой с путиным что путина тема как-то не заинтересовала он достал бумажку искал бу-бу-бу и сослался на совет федерации не на себя на самого на не на администрацию президента она такой но я бы сказал очень слабый орган как совет федерации у нас инициативу совет федерации проходит хорошо если там надо каких-то ущучить и на агентов и врагов россии а все остальное она куда-то в корзину в думе отправляется но и на старой площади ну конечно путин не мог не дистанцироваться от этой темы уж слишком она болезненно но я обратил внимание на то что среди первых выступлений членов совета которые были заранее расписаны не знаю кем ну видимо при участии фадеева администрации аппарат работает аппарат работает да вот среди первых выступлений очень таких как бы так сказать не по самым острым темам его по моему 2 или 3 получил слово то есть эта тема которая настолько громко прозвучала после этого очередного скандала в саратовской больнице что не дать ей слово был просто нельзя да и ну вот тогда ну а тут вот есть такой сюжет люди спрашивают в социальных сетях а как получилось что никто не спросил про иркутск где тоже были массовые пытки и начальнику вот этого вот гуфсин по иску иркутской области как раз к вашему заседанию где тоже было там человек 100 пострадавших присвоили звание генерал-майора как раз внутренней службы такой демонстративный акт ну как это получилось это легко объяснить потому что мы не владели информацией кто слово получит кто не получит когда каляпин там сидел в отличие от сегодняшнего эфира и конечно он был готов на эту тему выступать его наверное просто про иркутск не успела вспомнить ну вот так получилось да ну собственно вот это вот сигнал или не сигнал когда генеральское звание дают человека который ну конечно это указан президента между да конечно это сигнал для системы в синда что не знаю чего вряд ли чтобы держитесь ну держите не пытайте но держитесь наверно тогда ну хорошо а вот все-таки я тут еще сошлюсь на одну так сказать информацию которая у меня есть это опрос левада центра вот он считает и он и на агента естественно как всегда все прилично и на агент 45 процентов респондентов считают что пытки более всего распространены системе учреждений в сим то есть тюремный 41 в полиции в ходе следствия 18 следственные комитеты фсб почему-то вместе вот мне кажется что последнее время почему-то внимание как бы сместилась сторону тюремного ведомства а покажется вот на этапе оперативном так сказать очень активно это все применяется на самом деле да на самом деле масса сообщений мы не всегда можем их достоверность а приходится достоверность проверять потому что к этому к этому сразу прицепиться если ты не сможешь подтвердить эту информацию ну так сказать абстрагируясь от правила проверки очень много сообщений что в милиции бьют как только за задержат на всякий случай так сказать но как его мне говорила опять же в разговоре это даже запытку типа не считается да ну побили так сказать ну надели там мешок на голову потом отпустили ну слава богу что-то вот такое вот может быть поэтому а а может быть потому что вот вот этот вот выплеск из саратовской колонии он привлек внимание именно к системе всен в отношении полиции хотя бы мне трудно понять что происходит вообще сам создание потому что по идее вот тот же каляпин много раз масса историй чудовищных пропытки в полиции произносил его они там как кто-то из окна выпрыгнулся позвоночник сломал он же из года в год эти истории рассказывает и никто вот как почему-то не встрепенулся ничего не но так это значит вот система работает она так сказать прикрыта всей властью и благодаря этому собственно вот эти все товарищи живут в погонах ну еще благодаря безразличию со стороны общественного мнения да вот вот в чем беда если в общественном мнении как-то не знаю может быть это еще как-то при приучено сталинскими репрессиями я не 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 специалист от нас салон гудков говорить почему почему это не вас не вызывает там многотысячных демонстрации какого-то возмущения но вот две трети по тому же опросу россиян шестьдесят шесть процентов четко совершенно считают что пытки недопустимы ни при каких обстоятельствах 20 процентов считают что пытки допустимы 11 в исключительных случаях когда это может спасти жизнь людей и 9 почему-то по отношению к тем кто совершил тяжкое насильственное преступление вот ощущение такое что 30 процентов как бы живут в совершенно неправовом пространстве ну я слышал про этот опрос левады иностранного агента и там еще можно отметить что все-таки планка сместилась значительно раньше признавали возможность пыток там намного больше опрошенных то есть все-таки что-то происходит ну вот тогда фильм фильм дудя кстати говоря вышел вот между прочим тема там про человека которого пытали он выбросился из окна там еще 20 лет жизнь ему сломали да и посмотрела 8 миллионов человек вот это же тоже в общем какой-то такой эффект с одной стороны равнодушный путин с другой стороны неравнодушный дудь и да и другие так сказать люди которые пытаются все-таки об этом предупреждать о том что это ужас прямо рядом с нами ну дуть молодец вообще всячески ему аплодирую он очень умело разговаривает с молодой аудиторией но восемь тысяч просмотров 8 миллионов 8 миллионов надо обижать ну у фильма навального было еще больше просмотров но никто же на улице не вышел ни на какую сначала вышел а потом кто-то сел ну вышел а тут новую но посмотрели 8 миллионов дальше-то что надо что-то делать с этим и конечно я особых иллюзий уже не питаю относительно влиятельность совета по правам человека хорошо что его эту тему подняла но без без выраженного общественного мнения это мало что дает конечно ну хорошо а вот дмитрий муратов кстати я тоже молодец он в нобелевском выступлении тоже эту тему между прочим затронул давайте посмотрим практика пыток в тюрьмах и во время следствия сохранилась в современной россии увы мы все чаще слышим о пытках применяемых заключенным и задержанной людей пытают чтобы сломить чтобы увеличить жестокость наказания за рамками приговора это дикость я выступаю сейчас и здесь с инициативой создания международного трибунала против пыток задача которого собирать данное применение пыток в разных частях света и государствах установить палачей и их хозяев причастных к подобным преступлениям дмитрий муратов в нобелевской лекции для нет что вы скажете а идея вот этого трибунала какого-то международного нужен ли он или это такая фигура речи вашего главного редактора чтобы привлечь внимание к действительно больной для россии и многих стран третьего мира теме это и другое это и фигура речи очень милая своевременно и правильная вообще муратов умудрился впихнуть в 15 минутную речь я знаю что он долго ее готовил все важнейшие темы туда умудрился запихать в этом смысле это такой димарш да их молодец правильно он это сделал с другой стороны под этой идеей конечно лежит фундаментальное основание в том смысле что это преступление против человечности до которые но после второй мировой войны как минимум возникла эта идея преступление против человечества которые подсудны именно на международном уровне так что эта идея вполне фундирована другое дело что мы с нашими разъяснениями конституционного суда о том что конституция рф имеет приоритет и они могут признавать там что-то как-то там не соответствует общему порядку я уже забыл как это называется конечно у нас это будет воспринято в штыки но в принципе почему бы нет это хорошая идея ну слушайте в много разных не очень эффективных международных организаций существует будет еще одна чем это поможет людям которых так сказать пытают ну правда есть более эффективные пока там европейский суд по правам человека там но лет пять-семь такая процедура потом могут вам денег заплатить за ваше мучение пока россия вроде как выполняет решение европейского суда ну а этот международный трибунал будет ли она выполнять и будет ли он в сша как-то эффективен понимаете ну выполняет она только что в смысле что платят деньги приговоры не отменяет не сильно выполняет решение европейского суда ну а что делать нам надо использовать все инструменты я не думаю что можно на раз эту практику прекратить я то есть я уверен что можно его прекратить но для этого надо перестроить судебную систему российскую ну а другие системы там полиция правоохранительные органы они же стали как бы таким вот но я не знаю просто опасным опасным учреждением если их вместе безусловно моя идея состоит в том что надо бить именно в точку суда потому что суд как бы по определению должен быть открытым хотя он старается закрываться всячески но мы понимаем что там происходит и надо бить именно в эту точку и если судьи будут отвергать доказательства при малейших сомнениях применение пыток вся эта система очень быстро кончится она будет не нужна а кто ж даст судьям такое указание так сказать чтобы они вот при слове пытки так сказать как-то ухо востро держали и начинали проверять были пытки не было пыток там какие-то медицинские свидетельства дополнительный опрос свидетелей и прочее прочее что им бы затруднило такую жизнь когда им приносят флешку из прокуратуры они ее втыкают и на основе этого до этой бумажки но в смысле электронной бумаги делают приговор так сказать с дикой скоростью ничего писать самому не надо миш но это уже мы сейчас можем сильно уйти в разговор о судебной системе будет мама моя вина но в принципе можно такое ее можно перенастроить а можно разрешить в суде присяжных говорить о пытках что сейчас судьи пресекают есть такие способы но если судьи всех назначает всех судей в россии назначает президент россии кроме кажется самого низшего уровня мировых но она имеет право им дать указание не имеет права не формально конечно не формально конечно не это не указание от немножко по-другому делается с помощью тоже каких-то сигналов так сказать но в принципе эта команда проект бы пройдет другое дело что она пройдет не так легко и быстро как как команда на ужесточение но в принципе провести такую команду по системе можно система абсолютно централизована и провести такую команду можно я просто не увидел на лице путина не только сказать интереса к теме но и вот как бы то что называется политической воли знаете вот вы не первый раз за ним наблюдаете на ваших спч да вот когда его что-то интересует он же по-другому себя ведет он себя в этот раз он себя повел по-другому только после выступления сакурова а мы об этом сейчас поговорим еще о сакурове но я думаю что сейчас мы должны еще об общественном мнении чуть-чуть поговорить у нас был замечательный опрос собственно ведь от того что происходит в правоохранительных органах зависит и отношение людей к этим органам пожалуйста боитесь ли вы правоохранительных органов но есть какая-то опаска нож прямо такой страшный болезнь страшные боязни чего опасаюсь какого-то подвоха хотя я человек в общем достаточно законопослушный и даже десять лет проработала в системе мвд хотя я при работала при двух министрах при щелок и при федорчуке образ милиции был более блага равным нет не боюсь конечно бывают какие-то ситуации может быть неадекватные следать даже но в общем то нет не боюсь но опасаюсь в принципе нет потому что я очень-то законопослушный гражданин и не вижу оснований их бояться я не думаю об этом каждый день но может быть если думать об этом то есть может быть такое ощущение немного что они могут неправильно расценить какие-то мои действия или какой-то совершить поступок в мою сторону не особо правильные не знаю наверное нет какое-то подсознание доверия что они нас защищают да боюсь стараюсь без причины с ними не связываться если просят предъявить документы или одеть маску тут же одеваю предъявляю я сын сотрудника знаю не понаслышке как это и видел да когда был маленький как он каким он приходил домой растерзанным вы спросили боюсь ли я я боюсь да боюсь за себя боюсь за детей пока так я адвокат я есть много беспредела но как бы бояться есть много нарушений есть много ситуации которые правоохранительные органы не в соответствии с законом действует конечно них нет какой-то справедливости тяжело им доверять когда такие дела происходят стране ну что ж вот у нас когда мы сделали такого же типа опроса в интернете в твиттере у нас 51 процент сказал что он боится потому что сажает невинных и 39 процентов что людей пытают но а там перегибы и полностью доверяю вместе процентов 10 а леонид а может быть власть хочет чтобы органов правоохранительных именно была такая репутация страх и все на страхе будет держаться государства но думаю что да думаю что да немножко сложнее немножко сложнее они сами себе такую репутацию создают вот я думаю вполне сознательно когда бы от бастрекин гоняется за маргенштерном в том числе да ну тут все это пошло в разнос и бастрекин вообще вытворяет какие-то вещи которые мне как юристу трудно объяснить но пиар то зато какой ну да ну да значит важная не юридическая не правовая среда а именно вот такой разуме мощный пиар да разумеется конечно конечно да а правовое средение какой уже говорить невозможно становится постепенно все это не законопрактики такие дисциплинарные практики как это шуко называл имеют значение гораздо больше до все эти приговоры неправосудные очевидно но один пример там который у меня не выходит из головы это вот санитарное дело да там конструкция санитарного дела один мог заразить никто не знает заразил или нет а в 10 опыт стрекали к этому но это неосторожное преступление по конструкции там прямо на пистоле по неосторожности как можно подстрекать к неосторожным преступлению это нонсенс но при этом отдел проходит да люди получают приговоры сроки но есть еще одна замечательная в кавычках практика это объявление ни с того ни с сего разных людей иностранными агентами и организации иностранными агентами из-за якобы иностранное финансирование из-за какие-то перевод человек перевел с одного счета на другой самому себе есть много разных историй когда люди вообще не понимают за что их объявили иностранными агентами эту тему тоже подняли на совете по правам человека в общении с владимиром путиным но вот посмотрим что вежливо говорил журналист главный редактор московского комсомольца павел гусев сегодня поднять вопрос о законе агентах в сми который является на наш взгляд одним из самых спорных что были приняты за последнее время нашей государственной думы он стал действительно большим большой бедой бедствием для российских журналистов мы практически не обсуждается в этом законе и нет никаких возможностей а по порядку обжалования не предусмотрен также и механизма снятия статуса иноагента павел гусев вы же знаете как к нашим средствам массовой информации относится за границей их объявляют иноагентами и не их вызывают суды их вызывают на допросы им грозит тюремное заключение за неявку нам нужно защитить себя от того чтобы кто-то использовал какие бы то ни было инструменты внутри россии для того чтобы достигать своих целей ничего не имеющего общего с нашими интересами я с вами согласен давайте мы вернемся к этому по профессиональным сообществом поработаем и придем насколько это возможно к согласованным решили леонид вы готовы с профессиональным сообществом поработать и чудовищный закон сделать менее чудовищным кажется отменять его общем судя по настроению владимир путин не собирается мы с его и начали эту кампанию сразу после объявления дождя иностранным агентом кстати 260 тысяч подписей было но не так давно может уже больше под петицией против этого закона больше кстати ни разу не набирали да но нет я имею ввиду что в спч мы подняли немедленно эту тему вот прям в тот же самый день и в общем там надо чтобы проголосовала больше и больше половины в комиссии по ну посредством массовой информации тогда можно это двигать дальше там аппаратные свои примочки мы это сделали да но есть еще инициативы двух не очень влиять вот фракций в вот послушай новые люди да когда мы это двинули видимо так сказать я думаю что глава совета протестировал это где-то выше понял что в общем там тоже мнение такое что ну ребят слишком далеко вы зашли и тогда так сказать зеленый свет зажгли умеренным умеренным улучшением этого закона лучше так чем никак хотя конечно по идее ведь президент почему-то он не слышит он то ли он пребывает искренне в этом убеждении то ли он так сказать не знаю но на самом деле нигде в мире такого нет за таких законов нет вот сейчас он отвечает ну а там типа в америке то же самое да да не совсем не то же самое там да пархоменко сто раз объяснял ну это сто пятьдесят раз все объясняли все объяснили уже все объяснили но он не прочитал почему вот он да вот вы ему следующий раз прочитайте америка проблема вот в чем что до меня то речь не дошла я собирался говорить и в том числе об этом и и речь дошла до резника который приводил пример института оля сидорович ну и получил так сказать отповедь ну вот тема иностранных агентов она очень болезненно почему-то вот ну то есть раз ты работаешь на радио свобода ты конкретно значит ну понятно что ты получаешь оттуда деньги понятно что каким-то образом обслуживаешь американский империализм да но за это значит что ты врешь так что вот человек который получает иностранные деньги он просто так правду говорить не может ну а путин всегда говорит правду когда он рассказывает что он там таксистом было еще вот такая у них сидит концепция в голове вот что с этим делать я не знаю это это про хорошо а конкретно что можно поменять в плохом законе суд от суд вести значит первая идея это предупреждение все таки это уже хорошо то есть не как снег наглого сначала предупредить там за какое-то время потом установить судебный порядок это ничего не поменяет суд у нас абсолютно таскать вписан в систему да им управлять не надо он телепатически все понимает все понимает сам да никому не надо звонить давно все суде все сами понимают еще какие-то предложения это сказать но главное что следовало бы сделать ну хотя бы и о чем резник сказал это надо устанавливать взаимосвязь между получением финансирования в каком объеме и конкретными действиями таскать подрывными вот вы мне покажите такое определение политической деятельности у меня входит все но может быть его сузить можно как-то можно нужно но никто это для этого делать не будет вот такая вот такая ловушка она устраивает видимых но я об этом говорю потому что совет по правам человека еще начиная с федотова прямо с тринадцатого года всегда против этого закона выступал но сейчас меньше но все равно выступает я бы все-таки хотел услышать николая сванидзе на эту тему тоже это важно потому что николай тоже на эту тему безусловно выступал и про иностранных агентов у него есть свое мнение а вы говорили тоже об иноагентах собственно мемориал во всех его видах иноагент каково впечатление от дискуссии потому что об этом говорили несколько человек возможно ли правка этого закона вот опять приходится угадывать но тем не менее убрать этот закон тут не получится точно исправить в сторону его смягчения возможно каких-то аспектах сейчас если в том что он же касается иноагентов сми о чем говорил гусев вот в том что касается иноагентов нко физических лиц не думаю но работа в этом направлении будет всем случае он настроен хотя бы продемонстрировать что он готов к диалогу но сам закон то ему нравится ну собственно вы совпали тут хорошо а давайте теперь собственно про попытки закрыть мемориал тот же николай сванидзе выступал выступал весьма эмоционально я сосредоточился на сути его выступление и ответе владимира путина прокуратура обратилась устремлили ликвидировать две очень важные для россии организации международные мемориалы правозащитный центр мемориал международный мемориал в нашей стране основной хранитель памяти о советских репрессиях прокуратура требует ликвидировать эти организации потому что несколько раз два года назад они не пометили свои материалы как иностранные агенты все давно исправлено штрафы выплачены все маркируется что касается отдельно правозащитного центра мемориал в в виде оправдания экстремизма на основании того что мемориал указывал то в делах об экстремизме нарушаются конституционные права обвиняемых поэтому считаю ликвидацию этих организаций нецеразмерным наказанием но это юридическое странное дело мемориал это не 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 некая контора рога и копыта это знаковая структура и ликвидация будет воспринята миллионами потомков погибших в годах гостерора как оскорбление как плевок на могилы поэтому прошу вас взять под контроль это дело тем более что у вас как у главы государства есть законное право отозвать требования прокуратуры ликвидации мемориала что я обратил внимание что мне дали в качестве справок по поводу на международных организаций которых которых мемориал пытается защищать они включены у нас в список террористических и экстремистских организаций вот это конечно вопрос который требует дополнительного исследования мемориал к сожалению неоднократно совершал определенные нарушения как вот мне пишут справки так и делал это демонстративно его нарушение на это демонстративный характер есть исследования которые проводили израильские специалисты вот чего они обнаружили обнаружив в списке тех кто причисляется мемориалом к жертвам политических репрессий советских политических репрессий такие граждане как петровский с петр как лисовский и ковалевский первые петр петровский служил при немцах в полиции еще один деятель значит тоже отмечен как раз вот в этих зверствах нацистов над еврейским населением в лудзе 800 человек уничтожен поэтому надо конечно и самому мере мемориалу быть отвечать отвечать в полном в полной мере в своей текущей деятельности тем гуманным целям которые заявлены в качестве его основного направления деятельности и не отпускать ничего подобного о чем я сейчас только что упомянула вот это такая часть дискуссии николай сванидзе и владимира путина вопрос леониду никенинского леонид а все-таки у вас были какие-то свои наброски что сказать защиту мемориала ну конечно бы нет я собирался немножко другом говорить я вообще не ведь никто не поднял вопрос о судебной системе в принципе а про мемориал про мемориал нет про мемориал как вот должен был слонеза сказать и сказал а путин ему про нацистских каких-то пособников 3 пособника в базе на 4 миллиона 4 миллиона человек да да ну на самом деле конечно я не знаю кто путина готовил к этому может быть сам он готовился но это нелепое возражение совершенно нелепо суду она вообще не имеет отношения насколько я понимаю не имеет отношения никакого но к сожалению в общем это плохой сигнал потому что конечно было понятно что этот вопрос будет поднят не сванидзе так кем-то еще и по-моему кто-то еще об этом говорил чуть ли не фадеев тоже про мемориал и мне представляется что оба суда и верховный и московский отложили дело именно имея в виду эту встречу и что на ней путин скажет какой сигнал будет подан а сигнал тоже сигнал он сказал уважает мне мне показалось что сигнал плохой уважать можно и врага уважать можно и врага и мы ожидали что но честно мы конечно обсуждали это со сванидзе и другими тоже мы ожидали более определенного какого-то ответа да потому что международный скандал кому это нужно вообще за для чего тем более что уничтожить его нельзя да уже базы эти данных собраны они в облаках хранятся навредить можно уничтожить но это же люди собственно не будут заниматься чем тем чем занимались очень обтекаемый ответ в отличие на на с элементами дискредитации с элементами дискредитации очень глупыми да так сказать ну в конце концов мы знаем что среди 28 панфиловцев тоже был один который в полиции служил посмотрим в базе данных на обороны находит регулярно коллаборационистов тем более недоступность архивов такова ну да проверить очень многое нельзя кстати говоря вот этот господин шнеер который провел это исследование выдающиеся и нашел трех так сказать нацистских пособников базе данных мемориала как горит елена жимкова до сих пор не представил никаких так сказать документов в мемориал они ждут но они убрали конечно из базы данных этих граждан сказать как жертв так что пока пока и не доказано это даже до конца но это база данных репрессированных очень может быть что эти люди были репрессированы они амнистированы они мало что больше известно если это известно замечательному израильскому ученому он должен безусловно поделиться своими документами мемориал в первую очередь ну давайте мы дадим слово теперь николаю сваницу который вел эту дискуссию собственно как он смотрит на результат вот вы выступили защиту мемориала владимир путин ответил вот ваша оценка этого ответа хочет ли президент закрыть мемориал честно бог знает и могу сказать потому что ответ был вы слышали который можно толковать и так и так с одной стороны она была не злобная спокойно начал с того что он уважает мемориал вот это вот ссылка на этих нескольких карателей нескольких это обычно его почерк он обычно готовится к разговору бог знает я думаю что он особого желания его закрывать не имеет но может закрыть тем не менее тем более это облегчается тем что мемориал 2 он может одним из них легко пожертвовать а вот этот сюжет с тремя пособниками нацистов четырехмиллионной базе репрессированных кстати имена их убраны вот как-то вы не возразили он же не имеет прямого отношения к суду я не возразил потому что не нашел что сказать поэтому я не возразил я просто слегка уронил челюсть нижнюю это моя же моя была видимо ошибка я просто не знал что ему сказать что ему сказать все потом выяснилось что их нет то что они уже вычищены из базы это обычное дело поэтому я боялся возразить так чтобы сделать хуже моя задача была настроить его на то чтобы он не убивал не убивал мемориал а чертожа сейчас им заспоришь он разозлится и его уже убьет из эмоциональных соображений поэтому не знаю толком то что что сказать я чел за счет за благо промолчать николай сванидзе и леонид никитинский леонид так может быть не надо злить владимира путина надо правильно так сказать вот направление языка выбрать в разговоре с ним так сказать такое вот умелая умела так сказать им действовать не трудно сказать миш но мы же не понимаем этого но более больные места мы понимаем на больные места наступать не надо да потому что это приносит вред еду если говорить о можно говорить о тактических задач можно говорить о стратегических задачах стратегическую я вижу в том что все это фиксируется, все это для истории чрезвычайно важно. То есть нельзя сказать, что Путин не знал о тех, других и третьих фактах. О пытках, о том, что мемориал неправильно мучает. Теперь это уже сказано, это произнесено. Стратегически это очень важно. А другое дело же тактически, на одном из заседаний совета, я специально, это не прошлый, позапрошлый был еще очный совет, я специально карандашком все записывал все фамилии, которые произнесены. Помогите такому, такому, пятому, десятому. Всем сделали хуже. Кого-то заслали в дальний лагерик, что-то еще кому-то там, в том числе Пановарев тогда упоминался, которого немедленно еще обули на какой-то огромный штраф. То есть, конечно, не Путин это делает, но кто-то это слушает и, ах, вы из него заступаетесь, ну, получите. А Путину все равно? Я думаю, что, ну вот, судя по тому, что он, как он, обтекаемо высказался о мемориале, я думаю, что условно кто-то к нему приходит и задает такой вопрос, а что же делать-то конкретно, Владимир Владимирович? Он отвечает, поступайте по закону, да, то есть он просто умыл руки. Я исключаю, что этот вопрос, генпрокурор подписал этот иск, не проконсультировавшийся с администрацией, несомненно, с администрацией проконсультировался. С Путиным лично, конечно, нет. Теперь вот судьи внимательнейшим образом мы эту тоже запись, конечно, посмотрели. А что делать, им никто не говорит. Теперь вот решайте сами, да. И, исходя из этой логики, лучше перебдеть, чем недобдеть, да, я думаю, что решение будет неблагоприятное для мемориала. Хорошо, но вот Путину бывает ведь и не все равно, а вот Александр Сокуров, собственно, это ему и устроил. Давайте посмотрим. Мне кажется, что вот федерации русских все больше и больше начинают не любить. С нами хотят расстаться, многие. Не хотят быть в одной компании, как они говорят. Многие молодые люди на Кавказе, а мне приходится иметь дело в силу обстоятельств именно с Кавказом, мне говорили открыто, вы, русские, не очень заслуживаете уважения. Нельзя более народ превращать в население. Это конституционная проблема. Нам нужна активная, сильная оппозиция разных политических направлений. Нам нужен кинематограф, который работает с сатирическими, аналитическими, исследовательскими работами. Нам нужно запретить цензуру. Конституция-то еще жива. Надо прекратить преследование общественных некоммерческих организаций. Про мемориал говорили, не буду ничего добавлять. Я прошу вас, Владимир Владимирович, спасти от этих несчастных людей, в том числе Юрия Дмитриева. Вы знаете, это Петрозаводская история. Давайте посмотрим, что происходит с российским государством, с нашей конструкцией государства. Давайте отпустим всех, кто более не хочет жить с нами в одном государстве. Пожелаем им удачи. Пожелаем удачи всем падишахам, я не знаю, всем, кто хотел бы жить, начинать жить своей жизнью. В конце вы сказали о том, что давайте отпустим всех, кто с нами не хочет жить. Откуда вы знаете, кто с нами хочет жить, а кто не хочет? А давайте проверим. Давайте проверим. Проверяли, в том числе и в ходе голосования по Конституции. Вот посмотрите, как люди голосуют. Можно как угодно сейчас на этот счёт дискутировать и сколько угодно долго, но я вас уверяю, что подавляющее большинство людей понимают, с чем они столкнутся, если они будут действовать по-другому. И чеченский народ, кстати говоря, знает это лучше, чем кто-либо другой на Кавказе. У нас две тысячи территориальных претензий по стране. Дорогой Александр Николаевич, вы хотите повторения Югославии на нашей территории? Да, повторяю ещё раз, две тысячи разных претензий на территорию России. Не буди лихо, как у нас говорят. К этому очень серьёзно нужно относиться. И поверхностно, вот так вот на всю страну об этом говорить, непозволительно даже вам. Уверяю вас, это опасные игрушки. Мы это проходили. Приходите ко мне, мы с вами давно не виделись. Вы знаете, как я отношусь к нашим встречам и дискуссиям. Я с удовольствием с вами подискутирую. Но прежде чем говорить такие вещи публично, надо хорошо подумать. Вы не сердитесь на меня, пожалуйста. Но это очень серьёзные вещи. Но лучше сказать прямо. Нет, некоторые вещи лучше сказать прямо. Некоторые вещи лучше помолчать. Некоторые вещи очень беспокоят. Позвоните, приходите, обсудим. Вопроса нет. Пожалуйста. Просто это очень тонкие вещи. Очень тонкие и чувствительные. Можно легко обидеть. Кого-то оскорбить. Ну, это вот дискуссия, опять же, отрывок из этой дискуссии. Ну что, Александр Сокуров нарушил правила игры, все аппаратные? Он нарушил все правила абсолютно. Значит, он замечательно искренний человек. Просто это было первое живое выступление. Потому что все остальные всё-таки как-то там, сказать, даже... Да и я бы так же тоже по бумажке бы что-нибудь бубнил, как и Коля Сванидзе. А он просто вот отвязался, он всё время вертел в руках какую-то склеенную свою бумажку. Там сначала про деревню, потом ещё про что-то там, потом вот про это. Он очень искренний человек. Ну так искренний человек, он, знаете, что сказал фактически? Он сказал, что единой России не существует. От того, что Путин борется, а там на Кавказе совсем другая Россия. Да, он... По дешах там есть. Я не знаю, я думаю, что он знает, о чём говорит. Потому что он всё-таки с Кавказа сам, и он немножко чувствует, что там происходит. Не уверен, что он прав. Никто таких исследований, может быть, и проводили, мы результатов не знаем, на самом деле. Там действительно очень опасная ситуация, это понятно. Собственно говоря, две позиции. Вот Сокуров, что ему Путин говорит? Это не надо публично обсуждать. Да, это надо обсуждать. Ну, поговорим у меня в кабинете. У меня в кабинете, да. Почему это не надо публично? На мой взгляд, наоборот, это надо всячески именно публично обсуждать. Но вопросы федерализма приводят просто вот в бешенство. Ну, так уже скоро федерализма и не будет. Вот этот закон о единой какой-то системе сейчас проголосует. Унитарное государство. Да, да, унитарное государство. Правда, Чечня, она как-то будет жить всё равно своей жизнью. Да, вот этот вопрос просто его выводит из себя абсолютно. И Путин-то первый раз стал живой. То он что-то сквозь зубы цедил, а тут он действительно... Ну, тут получилось так, тоже хитро. Он же перевёл стрелки на Северный Кавказ. Он не услышал, по-моему, половины выступления Сокурова там и про демократию, и про конституцию, и про всё прочее. Вы, главное, не трогайте вот эту больную точку. Это его заводит больше всего, да. Ну, а продолжение-то будет у этого разговора с Сокуровым? Я не думаю. Продолжение было такое, что в нашем общем чате комиссии Саванидзе Александр Николаевич стал страшно извиняться на следующий же день или в тот же день. Ой, наверное, я неправильно. Не навредил ли я? Не-не-не, он вот... Меня не поддержали. А как мы его могли поддержать, больше никому слов не дали, да? На самом деле он трогательно беззащитный человек, такой вот очень искренний. Я считаю, что это было лучшее, интереснейшее выступление. Ну, кстати говоря, дал замечательное интервью нашему иноагенту порталу Северреалии. Так что иноагенту Татьяне Вольской, вот все у нас агенты. Вот только Сокуров не агент, но, видимо, если тут с агентов ЦРУ Путин везде ищет, может и там что-нибудь найдет, и в кабинете они уже не встретятся. Бог его знает, я не знаю. Я хочу еще успеть про одну тему, Леонид, спросить. Вот про QR-коды. Там у вас на этой тусовке виртуальной тоже эта тема всплыла. И смотрите, буквально через пару дней такая реакция, этот закон снимают со срочного рассмотрения в Думе, откладывают, будут обсуждать отдельно. Путин сказал, что там что-то надо доработать. Вот, и что случилось-то? Может, это вы так сильно повлияли? Там Фадеев на эту тему высказался, другие там дискриминации? Ну, все это же готовилось. Я вообще считаю, что это совершенно не та тема, которую надо обсуждать с Советом по правам человека. Причем тут права человека? Ну как, а некоторые дискриминируются? Вот их там не получили этот QR-код, проваляли где-то там, скажем, полулегально. И как им теперь жить без этой бумажки? В театр не сходишь, в кино не сходишь, в музей не сходишь? Мне кажется, что это тема для экспертов. Ее как раз публично не надо обсуждать. Потому что, ну, что, собственно, широкая публика об этом может сказать? Это надо тихо, спокойно обсудить с экспертами, с врачами. А что широкая публика? По опросам до 70% против вот этих вот штучек, квадратика? Ну и не надо их слушать. Это совершенно не дело общественности. Вот есть вопросы, которые публично надо обсуждать, как-то вопрос федерализма. А есть вопросы, которые публично не надо обсуждать. Они сугубо специальные. В том числе и вопросы о коронавирусе, на мой взгляд. Так это как лечить коронавирус? Наверное, не надо обсуждать с людьми, которые ничего не понимают в лекарствах. А вот куда пускать или не пускать, я, кажется, все-таки бы обсуждал с обществом. Ну, я бы не стал обсуждать. Потому что это слишком, ну, вот это вот, начнется война всех против всех, короче говоря. А ее нет разве, Леонид? Ну, наверное, есть, да, наверное, есть. Ну, вот я о том же. И хотел еще одну уже человеческую историю все-таки привести. Ну, вот дело Зуева, да, ректора Шаненки, оно тоже всплыло на вашем СПЧ замечательном, да. Ну и как? Пока не знаем. Так быстро ничего не происходит. Я надеюсь все-таки, что это как-то будет услышано. На следующем суде, может быть, по продлению меры пресечения. Ну, вот обменялись Николай Сванидзе и Владимир Путин по этому вопросу, мнениями дадим. Говорила моя коллега Ева Меркачева о ректоре Шаненке Сергея Тавровича Зуева, профессора. Он обвиняется в экономическом преступлении. Ему под 70, он очень больной человек. У него было три подряд тяжелейших сосудистых операций. Вы говорили, что по экономическим преступлениям не надо избирать меры пресечения и взятия под стражу. Может быть, это относится к Зуеву, тем более, что за него проучилась чуть ли не половина Академии наук. Что касается изменения меры пресечения, того человека, о котором вы сказали, Шаненке, ну, надо посмотреть, конечно. Здесь я тоже не могу с вами не согласиться, но не вижу никакой необходимости держать человека за решеткой по тем составам, которые ему вменяются. Так что обязательно тоже на это посмотрю еще раз. Ну и мнение, собственно, Николая Сванидзе, который инициировал отчасти эту дискуссию. Еще один вопрос. Вот получен ясный ответ президента Прозуева, что ему не надо бы сидеть. Вот опять, ваша оценка. Были ли случаи прямого невыполнения похожих президентских указаний? Я не помню насчет случаев прямого невыполнения, но я боюсь, что они возможны. Поэтому у меня, к сожалению, твердой уверенности в том, что Зуева переведут под домашний арест, нет. Нет. Потому что в сторону как бы ужесточения это может быть, а в сторону ужесточения мы можем быть разочарованы. Хотя я ясно высказался по Зуеву. Пока Зуев мне окажется дома, у меня уверенности в этом не будет. А вообще на вашей памяти были случаи, когда удавалось достучаться, ну так сказать, до сердца, до милосердия президента России? Что-то было, но я сейчас не могу сказать. Потому что вот какие-то вещи выполнялись по нашей, так сказать, рекомендации. Чтобы прям кого-то спасти, не помню. Но были случаи, когда он, скажем, обещал Алексею Людмиле Михайловне, который ходатайся за человека. И своего обещания не сдержал. Здесь бывало всякое. Николай Сванидзе и Леонид Никитинский. Леонид, ну а вы-то что скажете? Вот вы меня, честно говоря, испугали тем, что раньше немножко сказали, что во многих случаях тем, кто за кого, так сказать, ходатайствовали, стало только хуже. Что с этим сюжетом? Может быть хуже? Вот адвокаты уже обратились в суд с просьбой поменять меру пресечения. Хуже уже никак. Хуже-то некуда. И я думаю, что в конечном итоге все-таки его отпустят. Ну, тут вопрос настолько очевиден. Да, он очевиден, и тот же Путин это много раз повторял, и все это повторяли, что совершенно не нужно брать под стражу по экономическим делам. Раз, нельзя брать под стражу человека, у которого только что перенес операцию, два. И тут им трудно не выполнить, но они могут затянуть это всячески. Там суд, ходатайство, туда-сюда. Ну, я надеюсь, что вот в этом случае все-таки это должно сработать. Хотя я уже ни за что не поручусь, конечно. Вообще для многих людей, которые смотрят за этими заседаниями и публичными выступлениями Владимира Путина, для них это как бы все происходящее, такой сигнал, да он вообще не хозяин страны. Он говорит, посмотреть с одной стороны, посмотреть с другой стороны, изучим. И решений-то нет. Где хозяин? Вот вроде как в России авторитаризм, а то еще и некоторые считают вообще уже почти тоталитарный режим. А с другой стороны, вот как-то принять решение публичное, сразу сказать, пусть будет по-моему, по-царски, да, как многие люди хотят, Путин не может. У вас есть понимание, почему? Ну, как не, он хозяин страны, вот тоже назначение этого иркутского финновца, вот это он может сделать, да, и тем самым сигнал дает. Вот, это система управления не институционализированная, да, она основывается не на нормах, а на каких-то вот, вот, как кто чего понял, да. То есть на понятиях? Ну, его манера давать какой-то двусмысленный сигнал, и дальше, ну, смотрите, вот как сами разбирайтесь, да, так сказать. А если получатель сигнала ошибся, что с ним будет? Мы же не видим, так сказать, как головы летят. Да может быть и ничего не будет, да, может быть и ничего не будет. То есть получается, что система недееспособная. Вот даже в решении мелких частных проблем. Она дееспособная, когда надо кого-то закопать, так сказать, или оконопатить, да, вот тогда она дееспособна. То есть она недееспособна по части милосердия. Она не способна давать задний ход, да, вот в этом смысле, да. Спасибо, я благодарю. Сегодня нашим гостем был Леонид Никитинский, обозреватель «Новой газеты» и член Совета по правам человека. Ну, кроме того, виртуальным гостем был Николай Сванидзе, а также Владимир Путин. Овел передачу это Михаил Соколов. Всего доброго, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова